Я журналист, и поэтому я не могу быть за закрытие, за цензуру, за сворачивание свободы слова и так далее и тому подобное. Я категорически противник тех вещей, которые были сделаны по отношению к телеканалу «Дождь». На мой взгляд, подобное давление на средства массовой информации независимо – это безусловное нарушение свободы слова. И именно это меня бесконечно возмущает. Если рекламодатели какого-то издания считают, что ложь в этом издании вызывает сомнения и в их рекламе, и перестают подпитывать это издание своими деньгами, это тоже не удар по свободе слова. Даже учитывая, что может у них и средств нет, я бы каким-то образом помог им высказывать свою позицию, потому что все равно понятно, что за дождем стоит определенная часть нашего общества. Власть похожа на того пингвина из мультика про Нагаскар, который увидел, как мигает красная лампочка, он меня просто разбил. Какая-то самая тревожная лампочка, там, инструкция, чтобы она не мигала. Вы напоминаете мне того же пингвина. Но ведь лампочка-то показывает сигнал тревоги, неполадки. Существует некий нравственный посыл у власти, который говорит, мы переживаем трудные времена, мы должны убирать, может быть, пусть временно, и многие наивно предполагают, мы должны просто вычищать информационное пространство. Есть люди, которые хотят двигаться вместе с нами вперед, есть люди, которые нам мешают. Мы просто избавляемся от тех, кто мешает, потому что мы уверены в том, что мы идем в правильном направлении. Вот это основной посыл. Мы никакой цензуры не вводим, мы никого не дуем, мы просто убираем тех, кто нам мешает.